Добрый день! Добрый день, друзья! Сегодня 29 сентября. В Норильске завалилось снегом. Я думаю, что сейчас начнут работать все службы коммунальные по расчистке, потому что сантиметров, наверное, около 10 в среднем. Кажется, даже может чуть меньше. Вот. По всей поверхности находится снежный полотно. Ну, погода... Ну, небольшой минус. Иду на работу. Сегодня немножко с другим маршрутом пошел, потому что пришлось отправить письмо. Нужно было письмо отправить в учебное заведение, где я обучался. Документов не хватает. Какой-то документ затеряли. Вот. Уважаемые подписчики, вчера было много разных комментариев и вопросов. Сегодня тоже ночью. Ну, попытаюсь ответить. Сначала отвечу пользователю, который пишет про войну на Украине, про каких-то оккупантов и все остальное. Мой канал, хоть и рассказываю я про местное самоуправление, но никакого отношения к войне, ко всем остальным вещам он не имеет. Если мое мнение спросите, то я за механизмы дипломатии. Я против ведения любых вещей, связанных с гибелью тех или иных солдат. Потому что люди это самое ценное для любого, не только государства, но вообще. Потому что отрицательно отношусь к гибели людей. Дипломатия, переговоры, спорные моменты должны решаться дипломатами, специалистами, кто может договариваться о чем-либо. Но, надеюсь, скоро все это закончится. Это первое. Второе. Меня спрашивают по поводу вакансий, специальностей именно для женщин. Вот у меня на участке, именно где я работаю, на собственной НС-18, у нас женщины не работают. Были две женщины, но по каким-то там различным обстоятельствам они работать не смогли. Я вообще считаю, милые женщины, север не для женщин. При всем уважении, при всем, так сказать, родноправии. Во-первых, что зафиксировал. Женщины здесь чаще болеют. Потому что перепады температур, давления, постоянная полярная ночь и многое-многое другое. Вы более чувствительны таким перепадам и ваш организм реагирует различными заболеваниями. Поэтому для женщин, я думаю, что Норильский крайний север, именно европейской части, он не самая благоприятная среда для работы. Второе, вакансии тут именно с женским клоном есть, но зарплата, она тоже отличается от зарплат, например, мужчин. Хотя в офисе Норникеля, то есть там, скорее всего, узкопрофильные специалисты, связанные не только с бухгалтерией, с экономикой, а технологи, может быть, какие-то химии, лаборанты, они получают, наверное, достойную зарплату и условия. В целом здесь экология не очень, сразу говорю. И что, интересный момент. Вот в Норильске в охранных агентствах, вообще охранниками, не на предприятии, в основном, и в других таких больших подразделениях, охранниками работают женщины. Почему так? Не знаю. Мужчин здесь, наверное, просто их мало на вес золота. Ну, как обычно, женщины работают во всех торговых точках, в охранениях культуры, почта. То есть, они есть, но, как бы, вот у меня, например, я с ними практически не сталкиваюсь. Вот, на кухне только повара, но тоже работают вахты, охранники, уборщики. Вот. Средняя заработная плата для женщин, если в сфере именно бюджетной, вот именно как вот там, то здесь зарплата средняя получается около 60-50-60 тысяч рублей. А те, кто узкопрофильные специалисты, кстати, даже вот у нас организация соседняя, там есть женщина-геодезист, женщина-геолог. Женщина-геолог, я думаю, что получает зарплату не меньше 200 тысяч. Вот. Но это единицы, где есть достаточно много связанных с образованием и со всеми остальными параметрами. Вот. Так, чтобы вот здесь сейчас найти какую-то работу, в принципе, можно любому, но хватит ли вам средств, которые зарабатываете, будете зарабатывать совместно для того, чтобы пользоваться всеми услугами и жить хорошо, ну, не думаю. В основном, в основном ездят семьи молодые. Вот. И они, муж работает, например, на норникеле, она там где-то в системе норникеля работает. Там учетчиком, сметчиком, еще в чем-то. И в конечном итоге вот создают семью. А для семьи, для детей, здесь практически в каждом дворе есть детский сад, школа. Ну, что-то есть. Очень сильно не развито тут пока. Это все, что связано с красотой женской. Реснички, бровки, всякие виды косметических процедур. Здесь они есть, но, во-первых, дорого. Большая запись. То есть, каждой женщине в каждом городе хочется быть не только желанной, но и красивой. Вот. Поэтому как-то так. Ну, сегодня у нас все полотно, все снежное. Дороги пока еще не чищены, накатаны. Так что, поэтому будет максимально осторожно ехать. Проходил летом обучение зимнему увлаждению. Поэтому соответствующие удостоверения у меня для перемещения по дорогам есть. Буду аккуратно ездить. В общем, в моем ролике будет вчерашняя вечерняя поездка в Дудинку. Ездили на паром, который привез технику с Красноярска по реке Енисея. Поэтому был последний паром. Вот. И забрали машину. И вот сюда ездили туда и обратно. Получилось пасно. Снега там гораздо больше, чем здесь. И заносится там капитально. Всем хорошего настроения. Побольше эмоций. Сегодня пятница. Завтра у многих выходной. А мы работаем. Здорово придумали, да? Ага. Видите, как с прожекторами четко, красиво. И в любое время видно все полосы. Надо такое сделать дома. Силикатно. 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 Уху, Тудинка! Итак, друзья, в Дудинке, видите, ночью все освещается, идет снег, кругом много снега, прикольно. Красота, красота, Дудинка! Посмотрите, какие белые деревья в снегу, в Норильском снегу, в Дудинке. Вот, Дудинка. Всем привет! В порту Дудинка. О, видали? Снега сколько. Так что, новое впечатление. Необычный снег, кругом. А когда... کرый глаз. Снега богу! Снега бога... Показа. Встрет changes the world. Продолжение следует...